Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов, Михаил Яйц, здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. На какую тему поговорим? Поговорим вот что. Мне тут один хороший человек с большими, как он показал, усами, посоветовал посмотреть несколько выпусков передачи «Битвы экстрасенсов», которая последняя была. Я вот сегодня этим делом с утра и занимался, и был очень впечатлен. Просто телевизор давно не смотрю, оказывается, столько интересного вокруг происходит. Вот об этом давай и поговорим. Хорошо. А что конкретно, вот, например, тебя в этих битвах, после того, как дяденька с большими усами, с большими ушами тебе сказал, впечатлило? Просто битвы вот эти, когда-то мне очень нравились. Сериалы, футбол, хоккей и битвы экстрасенсов. Но потом, когда я их смотрел и начинал замечать, что методы, которыми проходят вот эти вот состязания, когда они там режут себе там тело, чтобы кровь капала и так далее, мне это все настораживало. И как-то чем дальше влез, тем меньше мне хотелось на все это дело смотреть. А когда уже начали побеждать откровенные, говоря таким простым и правильным словом, чернушники и чернушницы в этих битвах, то я после этого решил их вообще не смотреть. Ну и почему-то я наивно предполагал, что, наверное, там как-то это все так и движется. В таком же примерно направлении. Когда я начал смотреть сегодня, то я очень удивился тому, какие люди прошли финал. Там люди, которые говорят такие слова, когда их, например, что-то просят делать, они говорят, это нарушение воли. То есть не хочет душа, чтобы вот это, соответственно, я никогда не буду нарушать волю и подобное. Что показывает все-таки, что эти люди руководствуются принципами то, что называется света. И вот это мне очень удивило, то, что в этой битве в финал прошли люди именно с такими вот помыслами, с такими стремлениями, с таким проявлением в жизни. Вот о чем хотелось поговорить. Ты знаешь, меня порадовало то, что на самом деле среди финалистов не нашлось ни одного чернушника. Не нашлось ни одного человека, который бы с кем-либо воевал. То есть у них, конечно, было желание у всех победить. У всех. Это было видно. Они переживали. Они волновались. Но не было такого, что я на тебя порчу, нашлю. Я сделаю вот это или вот это с тобой. Я приворожу всех зрителей для того, чтобы они проголосовали за меня. И так далее. Этого не было. И все говорили именно о том, что... Ребята, так это же ваши проблемы, то, что вы сделали. Вот ты пьешь, ты получаешь это. Ты куришь, ты получаешь это. Ты наркотой балуешься, получаешь это. Вы живете, как кошка с собакой. Вы забыли, что вы люди. Вот получаете это. Вы не чтите своих предков. Вы не уважаете своих каких-то там родичей. Вот о чем говорили. То есть, если раньше присутствовала чернуха конкретная в каких-то там битвах, и там они друг друга ненавидели, то здесь хотя и были какие-то напряжения, но потому что они соревнуются. Как вот на Олимпиаде соревнуются за первое, второе, третье место. То же самое было здесь. Но это не было враждебным. Мало того, здесь были проявлены очень хорошие качества, и человеческие, и качество владения инструментарием. Взаимодействие с духами, взаимодействие с какими-то предметами на разных и на разных уровнях. И вот как раз, поскольку у нас новогодние все-таки передачи, записываемые в дни Куршевельских каникул, и все хотят каких-то сказок, каких-то чудес, вот поэтому, наверное, и надо разобрать то, что происходило в этой битве. Причем, я сразу скажу, битву я смотрел только начиная с самого конца, для того, чтобы понять, что же там происходит. Потому что иногда нужно мне смотреть в зомбоящих, для того, чтобы понимать, о чем дышит вообще народ. Там же выступают разные представители людей. Понятно, если эти представители выступают, значит, они для каких-то людей это делают. А раз так, то по выступлению можно понять, какой уровень сегодня наших слушателей и наших зрителей. Если, например, один канал крутит с утра до вечера какие-то дурацкие юморины, построенные на пьянке и на шутках уровня, как бы так сказать-то, нижнего центра, нижних двух чакр, то в этом случае понятно, какой народ смотрит. Ведь они же не просто так запускают телевизионные свои каналы, забивают трансляцию, это же дорогое время. Значит, это спросом пользуется. Если показа какой-то там Дом-2, то это тоже спросом пользуется. И вот взаимоотношения, количество этих программ дают возможность понять, а что сейчас происходит с людьми. И видно, что так или иначе начинают пробиваться на свет какие-то иные уже проявления более светлого. То, что уже начинает соответствовать нашим каким-то мировоззренческим взглядам, устремлениям и пожеланиям. Мало пока еще, очень мало. Забито все чернухой, но все-таки пробивается. Давай поговорим о отдельно каждом участнике. Кто тебя впечатлил, кто тебя не впечатлил. И что ты можешь подметить и, может быть, что-то порекомендовать тем, кто там принимал участие. Смотрел я последние три части перед финалом. Самое интересное, так сказать. И, конечно, из двух мужчин и пары женщина с мужчиной и отдельно девушка, мне, как ни странно, понравилась девушка. Тем более она помимо природной красоты, помимо внутренней красоты, она действительно показывала, ну, мне показалось, очень достойный уровень вот этого вот считывания с того, что многие сейчас не видят. Звали ее и зовут ее Соня Егорова. И это все? Не, ладно. Я просто под впечатлением. Ты сказал, кто больше понравился. Вот я тебе рассказал, кто больше понравился. Еще там были, получается, пара Жан и Дана Алибековы. Они, получается, работают, какие-то у них шаманские, наподобие практики. То есть они входят в измененное состояние своего сознания посредством, там, такая, типа, тибетской чаши, чего-то. А потом, ну, очень похоже как раз на работу с духами природы, то есть с духами места. Это вот шаманизм такой. Дальше еще был Александр Кинжинов. Этот мужчина, он считывает информацию через карты. То есть у него есть карты, по-моему, наподобие Таро или что-то такое. Вот через них он считывает. Ну и действительно, очень-очень достойный, очень сильный и внутренне очень светлый человек, который вот, когда надо, он может и именно правду матку выдать. Пусть до слез, но то, что к месту. Это Константин Гецати. Это, с одной стороны, он как бы относит, ну, он называет себя представителем Аланов. То есть это у нас на Северном Кавказе народность присутствует. Но если мы копнем глубже, то мы узнаем, что Аланы, это, есть такое научное мнение, что они произошли от скифосармадских племен. А скифосармадские племена, это, по сути, очень близкие к нам, к славянам. То есть Константин Гецати, которому передали силу духи Аланов, по сути, является он таким вот славянским, можно сказать, на каком-то уровне находящимся жрецом. Вот он меня тоже очень впечатляет. Хорошо. Хорошо. Очень интересное у тебя замечание, очень интересное наблюдение. Я тоже, пожалуй, выскажу свои наблюдения, замечания. Что касается Жанна и Даны Лебековых. Очень интересная пара. Здесь все видно, взаимосвязь у них прямая. И единственное, что можно отметить, у них есть так называемое явление душевных близнецов. Редко оно встречается в современном мире. Но если оно встречается, то в этом случае это неразлучники. То есть они рождены были от одной матери. У них родственные души. И не просто родственные души, а души-близнецы. Ну, там нельзя сказать двойня. Души-двойни. И как раз Жанн, он содействовал тому, чтобы его сестра появилась на свет. Он настоял на том, что сестра появилась на свет. Он за ней ухаживал с малолетства. Водил ее в детский сад, в школу и так далее. Это как раз признак того, что им управляли высшие силы для того, чтобы Дана появилась здесь и они продолжали свой путь. Ни у Даны, ни у Жанны личная семейная жизнь в полной мере не сложилась, насколько я понял. Там есть разводы. Это еще один указатель двойственности, сродственности душ. Сращение душ. То, что называется двойня. Когда они вынуждены друг с другом всегда находиться рядом, даже в очерп своим семьям. То есть у них могут быть дети, у них могут быть какие-то семьи, которые не очень долго будут существовать, чтобы продолжение рода произошло. Но, как правило, семьи разваливаются. Если они это осознают сейчас, то им будет дана возможность полноценно провести операцию разделения души, вот этих самых родственных душ сверху, и стать уже человеками, у которых будут свои семьи. Но это зависит от них самих, если им это нужно, если они это захотят. Но вот такой уникальный случай мы с тобой наблюдали, да не только мы с тобой, все наблюдали в этой битве экстрасенсов, когда вот такие родственные души появились, и они друг без друга ничего делать не могут. Даже если какие-то у них невязки происходят, раздрайчики все равно не возвращаются и вместе существуют. А вот разделяться, не разделяться, это зависит уже от них, от их желания. Я думаю, что у них есть все для того, чтобы и остаться вместе, или для того, чтобы разделиться. То есть не имею права советовать, не имею права там ничего больше говорить. Александр Кенжинов – это удивительный человек по своей судьбе. Если бы ввели на этом конкурсе, так называемой битве экстрасенсов, несколько призов, и один из них был, как бы так назвать, приз за очарование или симпатия, вот я бы отдал этот приз Александру. Потому что он настолько искренний, настолько добрый, настолько безобидный, верящий во все человек, что он просто, вот как вот человек обаяния, вот рука, которая держит сердце, я бы, пожалуй, отдал ему. Это удивительный тоже человек светлый, который хоть и переживал, хоть и хотел быть впереди, но он не шел по головам. Он не шел, ему просто это не свойственно идти по головам. Он светлый, у него есть стержень жизненный, он пережил трагедию личного плана, ни одну, и его это ломало. Он стал сильнее. Ему сейчас необходимо пройти экзамен доверия. У него сейчас будут вокруг него появляться люди, которые будут хвататься за его персонаж, который они увидели на экране. Кое-кто захочет его использовать. Он человек добрый и легковерный. Вот ему вот это вот легковерие надо пройти. Ему нужно будет еще одну трагедию пройти в этой жизни, которая сделает его не злобным, а сделает его сильным. Когда вот это легковерие уйдет от него, когда он научится разделять, где просто, к примеру, это интерес к нему как к человеку, который умеет что-то делать, а не к человеку вообще. Это интерес к нему как к какой-то картинке с экрана, а не как к человеку. Это какая-то, может быть, влюбленность в него, как к картинке с экрана. Такой ленделон с интересной внешностью появился. Звезда. Вот это ему все придется пройти. Будет еще один для него такой раунд испытаний в личной жизни. Я буду держать кулачки, чтобы он прошел его и не сломался, потому что дальше он еще взрастет, еще у него появятся новые инструменты, и он уже сможет без карт очень многое видеть и очень может быть полезен людям. По поводу Сони Егоровой. Если бы меня спросили, если бы я был помоложе и не был женат, спросили, вот с кем бы ты хотел продолжить свой род? Я бы сказал, вот если бы всех, кто присутствовал, я бы сказал, вот Соней, да, я знаю, Миша, ты тоже такой же, да, тоже бы это сказал. Сказал бы, вот Соней почему? Потому что Соня, очень большие задатки у нее, очень большие с точки зрения ведического направления, и она будет прекрасной ведьмой. Она замечательная женщина, добрая очень. И у нее все дано и для материнства, и для продолжения рода, и для ведовства. С такой женщиной, мужчине, находиться рядом – это большое счастье и большая ответственность для мужчины. С такой уже расхлебней какой-то, размазней, слезняком – не будешь. Это серьезный стимул для настоящего мужчины. Поэтому здесь и продолжение рода, здесь и прекрасный рядом человек, добрый, светлый, здесь и испытание для мужчины на мужественность, и взращивание мужчины как самого себя. Поэтому человек, который бы захотел взрастить себя как мужчина, вот как раз такой девушке, такой женщине, как Соня, ему бы надо было бы и найти. Но таких, как Соня, немного. Поэтому мужчины не всем Соня достанется. Ищите, как говорится, по своим возможностям, по своему уровню. Соне можно посоветовать что? Она очень эмоциональна. Она очень эмоциональна. У нее еще не раскрылось понимание, кто она в этой жизни. У нее присутствуют, раз есть эмоции, возбуждения, значит, присутствует страх. Ей нужно осознать, кто она и для чего она сюда пришла. Понять свой видовской ход, свое видовское направление. Осознать свое прошлое. И через это у нее уйдет страх. Через это она станет величайшей ведуней, одной из величайших ведуней нашего времени. Как только она уберет страх, она сразу превзойдет всех вообще, кто есть. Потому что среди светлых людей таких не так много. Также ей необходимо избавиться от некоторых привязок цивилизации, которые в ней сидят. Например, ненамеренное сквернословие. Это уничажает ее возможности, уменьшает ее возможности. Каждое бранное, ругательное слово не к месту. Оно уменьшает свет, уменьшает ее силу. А у нее светлый ход. Поэтому не надо пользоваться пекельными демоническими выражениями, словами-приемчиками при работе со светом. Иначе может получиться совсем непредсказуемые результаты, в первую очередь для нее самой. Плюс ко всему, у нее пока еще закрыто сердце. Сердце чуть-чуть похоже на камушек. Не хватает той самой великой любви, не влюбленности, а любви, которая придет на замен страха. Как только избавиться от страха, у нее раскроется сердце, и тогда она станет той, о ком я говорил. Одной из самых сильных ведуней по свету. Ну и теперь к Константину перейдем. Константин также удивительный человек. И здесь вот то, что сказал про Аланов, оно имеет место быть, но не совсем так, не совсем так категорично, как вот ты сказал, что вот это один из славян. В древности Аланы были представителями скифов, саков, сарматов. Это были войны. Это были войны-характерники, которые, как богатыри, шли впереди войска и просто ломали ряды неприятелей. Это были пограничники, это были хранители каких-то сакральных мест. Они жили на тех территориях, которые вот описываются в Скифе, там, Сармате и так далее, в том числе и в Предгорье. После определенных событий неприятных рода были очень серьезно повреждены. И иные народы, приходя на Кавказ, смешивались с теми, кого сейчас называют аланами. То есть в кровь было добавлено тюркское направление и какие-то такие вот направления, которые сейчас относят к горцам. У аланов-хранителей был свой язык, который изначально относился к индоевропейским языкам, но он был закодирован. Это один из вариантов закодированного языка. У нас какие известные языки закодированы? Это санскрит или санскрыт, это жреческий или греческий, это латынь. И вот один из таких языков-хранителей был у аланов, где слово, вроде бы имеющее такой же корень, как, например, и в славянских языках, обозначало нечто иное, нечто другое. И иногда представители аланского племени сейчас начинают спорить, не понимая это. Они говорят, а вот это означает вот это, но что-то другое. Да, в аланском языке это вот это означает, но это не означает, что это так оно и есть. Это скрытый язык, свой язык, в котором были закрыты определенные посылы, определенные образы, которые другим, мне надо было знать. Это жреческое направление. И Константин по своему роду имеет корни как раз тех самых хранителей. Хранителей сакральных мест. В его роду должно быть очень много хранителей или военных, или врачей. Неудивительно будет, если у него в роду кто-то занимался целительством и без хирургии, и без вообще там врачебных практик. Потому что это хранитель-характерник. Сейчас у него проявлена первая стадия хранителей, связанная с духами. Это уровень шаманизма. Когда он входит в контакт с духами, и они просто с ним начинают разговаривать, ему начинают показывать образы, призывая других духов, которые о себе что-то рассказывают. Но это только первый очень высокий уровень, но не последний. Произошло у него следующее. У него произошла инкарнация одного из представителей рода, когда ему было не так много лет, у него был кризис, и в этот момент в него просто было вселение, инкарнация. В Константине живут две сущности. Первая сущность это звериного направления, очень мощное, ну, звериное в кавычках я называю, то, что относится к животному началу, сильное такое, сильное проявление. А второе это высокий дух одного из предков или хранителей, который этого вот зверя сдерживает. Но если зверь вырвется, то будет очень и очень нехорошо всем. Поэтому Константин очень правильно делает, что этого зверя держит вот в кулаке. Он не выпускает его просто так. Константин сейчас держит определенную аскезу. Он не общается с женщинами. Он в свой дом женщин не водит. Это его взращивание. Еще несколько лет ему нужно в этой аскезе продержаться. И только после того, когда первый уровень обучения вот этому духовскому работа с духами шаманскому направлению будет пройден, можно тогда будет уже создавать семью и переходить на следующий уровень взросления, получения нового уровня мастерства. Почему я говорю про первый и второй уровень? Дело в том, что когда человек связан с духами, он чем-то должен жертвовать от себя. Это может быть какая-то атрибутика, это может быть часть своего тела. В первую очередь это кровь. И Константин часто применяет на своих практиках кровь. Это говорит о том, что он взаимодействует непосредственно с духами. Второй уровень когда человек осознает кто он, какие у него рода и выбирает направление родов, которые идут к богам, которые ведут свыше, он переходит от уровня духов на следующий уровень, на божественный. И тогда духи ему беспрекословно начинают служить. Он не нарушает волю духов, он остается хранителем сакральных мест, но он уже взаимодействует с ними с точки зрения управителя. Сейчас они с ним взаимодействуют на равных. Он от них получает что-то, к ним обращается, они приходят к нему. А так он будет стоять как уже управитель, хранитель-управитель. И тогда ему вот эти кровавые жертвы будут уже не нужны, потому что он будет непосредственно общаться с тем, кто он есть по своему роду, относящимся вот к потомкам богов. вот такая у него прекрасная перспектива. Если он этому последует, то у него будет все замечательно. Но я увидел, что и у Сони, и у Алана проявлены многие качества, которые я могу сказать, что это мои духовные братья и сестры. Меня это порадовало, что очень много сейчас людей светлых начинают пробуждаться и проявлять себя. Не тех понтовых, которые на себя что-то нацепили и ходят там, звенят и чем-то брякают, а настоящих людей, которые в ходе света находятся и которые начинают переходить на уровень служения свету. Служение света это когда ты себя не выпячиваешь, когда ты себя держишь в рамках и когда тебе помогает другим хорошо. Главное не перейти на уровень причинения добра и не останавливаться, а переходить на более высокие уровни, потому что вот эти все ступени становления, они в жизни будут присутствовать и главное их вовремя последовательно пройти, чтобы потом не было мучительно больно за что-то сделанное не так. Ну вот пожалуй такой у нас получился сказочный разбор сегодняшней нашей темы про битву экстрасенсов на чистоту. У тебя что-то есть добавить? у меня есть пожелание к пожеланию тире просьба к тем кто будет смотреть этот ролик и возможно кто-то из них знаком каким-то образом с вот этими участниками финала этой битвы. Вы если есть возможность порекомендуйте им посмотреть этот ролик. Просто я как-то находился на в общем там был Алексей вот наш известный Орлов и было много народу мы стояли в кругу Алексей проводил определенный обряд и вот он начал говорить каждому какие-то слова пожелания и я народу было очень много слова были очень емкие буквально одно предложение но когда Алексей говорил одному второму третьему потом до меня дошел и тоже попал что называется в точку то я все-таки советую к его словам не просто относиться как одно ухо влетело другое вылетело а все-таки попытаться из них какую-то осмысленную пользу для себя извлечь носим как говорится хочу расхланяться благодарю богам нашим светлым предкам нашим славным и тебе Алексей за эту беседу за это пояснение благодарю Михаила в очередной раз тебе и благодарю тебя за то что ты поднял эту интересную тему я думаю что если этот эфир у нас выйдет в новый год как раз он будет продолжением я думаю что этот эфир будет очень интересен для людей которые пытаются познавать этот мир потому что иногда бывает за какими-то на первый взгляд развлекательными шоу или фильмами которые на первый взгляд какие-то сказочные фантастические скрываются очень и очень серьезные дела очень и очень серьезные мысли в этом мире нет ни добра ни зла есть то что есть есть вы которые относятся к этому или как добру или как злу все зависит от вас все в ваших руках кто вы есть в мире то в мире и проявляется мир готовит каждому из вас то что вы желаете от него получить то что вы достойны то чего вы достойны то что вам надо вот это надо понимать это надо чувствовать это надо знать и когда вы переходите на уровень мастерства ведания то в этом случае тогда мир начинает исполнять все самое лучшее он не просто зеркалит ваши хорошие качества он еще и создает вокруг вас все самое лучшее а когда вы находитесь на уровне базовом начальном где от кого-то зависите где смотрите кому-то в рот и ждете что он за вас что-то сделает то в этом случае мир отдает вам ваши хочушки ваши пожеланки но ваши хочушки пожеланки очень часто оказываются несостоятельными но ведь мир-то исполнил ваши хочушки пожеланки чего же вы тогда удивляетесь что ваша жизнь несостоятельная почему тогда вы удивляетесь что в этом мире все несправедливо что в этом мире все не так хорошо что кто-то правит не такой как вам бы хотелось что кто-то с вами делает что-то что вам не хотелось и так далее и тому подобное Но только потому, что вы не понимаете, насколько этот мир справедлив, насколько он светел, насколько он хорош. Исходя из этого, вы не можете в этом мире проявить себя. Убирайте страхи, переводите их в состояние предохранителей, занимайтесь своей жизнью. А не отдавайте, как батарейка, свою жизнь на какие-то непонятные, ненужные вам дела. Не втягивайте себя в какие-то локи, не втягивайте себя в какие-то эгрегоры. Зачем им это надо? Живите так, чтобы вы, придя к своим предкам, сказали, я выполнил возложенные на меня обязанности и выполнил их с честью, качественно. Мне есть чем гордиться. Я благодарен за то, что вы меня туда послали. И тебе скажут, а мы благодарны за то, что ты сделал то, что должен был сделать так, как ты это сделал. Ты усилил наши рода. Ты усилил сам себя. И дальше свет развивается и увеличивается. Не через войну, а через добрые дела. Заполняйте мир светом и добром. И это будет очень и очень хорошо. На 7 я с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова